Всем доброе утро. На сегодняшнем мастер-классе нам бы хотелось представить и обсудить с коллегами опыт перехода на дистанционную работу кафедры английского языка в сфере филологии и искусств Санкт-Петербургского государственного университета. Уже больше года, как мы работаем в дистанционном формате, итоги подводить, наверное, еще рано. Но вот промежуточную аттестацию, думаю, уже пора провести. Переход на дистанционку заставил преподавателей иностранных языков искать решения проблем, с которыми при очном обучении мы либо не сталкивались вовсе, либо не воспринимали их как проблемы. И сегодня мы с вами поговорим о практических проблемах, касающихся организации учебного процесса. Разумеется, если у вас есть какие-то вопросы по ходу, вы их задавайте. Но в общем мы планируем 10 минут на ответы на вопросы в конце нашего мастер-класса. Готовясь к сегодняшнему мастер-классу, мы провели на кафедре небольшой опрос. И стало очевидно, что все мы без исключения почувствовали заметное увеличение нагрузки, эмоциональной и физической. Гораздо больше времени уходит на подготовку к занятиям, на проверку домашних заданий, а также на взаимодействие со студентами, как на индивидуальном уровне, так и на уровне группы. Хотя взаимодействие со студентами должно, в общем, положительно сказаться на качестве образования, во всяком случае для тех из них и для тех из нас, кто сумел адаптироваться к дистанционному формату образования, поскольку это дает студентам возможность обращаться к преподавателю напрямую, как к персональному тьютору. Также опрос показал, что перед очередной задачей, требующей незамедлительного решения, является тайм-менеджмент. Наверное, за этот год мы все поняли, что время – это самое ценное, что у нас есть. В общем, оказалось, что на занятиях в дистанционном режиме время утекает как сквозь пальцы. Огромное количество времени тратится на, казалось бы, мелочи, а точнее на мелкие организационные вопросы, такие как открыть, поделиться со студентами учебными материалами, включить звук и видео, убедиться, что всем слышно и видно, организовать работу студентов в парах, небольших группах, то есть развести их по каналам или по комнатам, и при этом еще проводить мониторинг их взаимодействия. Другими словами, на онлайн-занятии мы успеваем гораздо меньше. Какие-то виды учебных заданий оказались менее эффективны. Так, в частности, задания на reading comprehension съедают возбудительно много времени. В общем, некоторые аспекты иноязычной коммуникации в режиме видеоконференции прорабатывать нецелесообразно. И поэтому такие задания на чтение, на письменный перевод, на упражнения по грамматике и лексике все чаще попадают в раздел домашних заданий, которые нужно проверять, естественно, а потом обсуждать, разбирать уже снова на занятии. Во-вторых, нехватка виртуального времени обусловила необходимость перестроиться и на этапе подготовки к занятиям, на этапе проверки домашних заданий. В частности, это касается подготовки учебных материалов для демонстрации классу. И даже если у студента есть на руках учебники, будь то бумажные, электронные, это, увы, не упрощает нам с вами проведение занятий в режиме видеоконференции. Наличие учебников – это, безусловно, замечательно, в частности, для самостоятельной работы обучающихся. И, думаю, многие теперь по-другому уже смотрят на бумажные учебники, так как это дает возможность хоть ненадолго выйти из этого виртуального формата. Тем не менее, для эффективной организации обучения в дистанционном режиме нам необходимо синхронизировать работу обучающихся. Поэтому на занятии мы чаще пользуемся функцией демонстрации экрана или интерактивными онлайн-досками. Второй, хотя и первостепенной, но тем не менее второй задачей, напрямую связанной с намеченными целями обучения, является организация вербального языкового взаимодействия студентов во время занятия. Думаю, нет необходимости обосновывать актуальность реализации эффективных моделей языкового взаимодействия в учебном процессе. А простыми словами, чтобы научиться взаимодействовать на иностранном языке, студент должен иметь возможность на нем взаимодействовать, и в том числе в формате живого диалога. И в общем свете решения этих задач мы сегодня хотели бы с вами поделиться опытом использования современных информационно-компьютерных технологий для оптимизации процесса обучения иностранным языком в дистанционном формате. Например, показать, как можно использовать интерактивную онлайн-доску Paddle для организации проверки заданий по письму, как можно использовать интерактивную доску Mirror для группового взаимодействия ролевых игр, доску Jamboard для групповых индивидуальных проектов, сервис Wordwall для речевой и грамматической разминки, сервис AdPuzzle для домашних заданий в видеоформате. А также хотели бы показать, как можно адаптировать уже имеющиеся у вас учебные материалы с помощью презентации, в частности Google-презентации, для того, чтобы их можно было использовать в онлайн-режиме. И сейчас я хотела бы передать слово Катерине Михайловне, чтобы она, так сказать, перешла к практической части. Спасибо большое. Наталья Яковлевна, тогда, если можно, я включу демонстрацию экрана. Спасибо. Коллеги, если позволите, я буду делать вот именно то, что мы все время сейчас делаем на занятиях. Я буду демонстрировать экран, надеюсь, что все получится. Итак, одна из первых задач, которую пришлось решать на филологическом факультете, это, конечно, письменные работы, переводы, эссе и тому подобное. И первые попытки получать от студентов работы по почте, скачивать из почты, собирать эти файлы во всевозможных папках, проверять, рассылать, показали, что это совершенно невозможно, абсолютно неэффективное использование времени. И вот доска Padlet, с которой я на тот момент уже была немножко знакома, выручила меня просто необыкновенно. Одну секундочку, извините. Как оказалось, создать доску Padlet, в общем, совсем не так трудно. Так, ну вот моя сейчас уже растянулась на несколько виртуальных метров. Скажите, пожалуйста, всем видно экран? Да. Если можно, я не буду вот гонять ее от начала, но вот видите, я пользуюсь ею, что там, как-то даже затруднительно, в общем, много месяцев и два дня. Итак, каждый раз, задавая какое-то задание, я, ну вот, например, делала первый пост и объясняла, чего я хочу от группы, и затем сидела и ожидала, когда они это задание выполнят. Кстати, удобно то, что стоит кому-то из студентов в доске Padlet появиться и прикрепить свой пост, вы тут же получаете об этом notification. Очень занятно, когда в 12, в час, в два ночи вдруг в уголке экрана возникают вот эти вот... Такая-то вошла в Padlet. Ага, думаю, работа прибавилась, надо слазать. Хотя, надо сказать, с самого начала, я остановила твердое правило. В Padlet я принимаю работы до 11 вечера дня накануне экзамена. Кто подал после, ну, не ожидайте, что будет проверено к утру. Хотя, сами понимаете, захожу, проверяю, у доски Padlet возможности огромные. Ну, вот, просто, к примеру, читали мы с третьим курсом Good Omens в прошлом году, и крайне понравилась мне там крошечная цитата и мысль о том, что form shapes nature. Я написала маленький пост, пожалуйста, напишите маленькое микроэссе на эту тему. И вот народ стал их писать, а я их стала проверять. А вот эти вот отметки rating, смотрите, это то, как оценили работы друг друга сами студенты. Вот это вот появилось попозже, у нее рейтинг поменьше. Вот здесь вот кому-то что-то, похоже, немножко не приглянулось. Кто-то, наверное, оценил на 4. То же самое здесь. Чем привлекла меня доска Padlet? Во-первых, в ней есть минимальный инструментарий для проверки. Можно выделить, можно поправить, можно зачеркнуть. Можно, естественно, написать комментарий. А главное, всем студентам видно, кто что написал. Конечно, каждый раз, в каждой группе мы это оговаривали. Я спрашивала, все ли в порядке, не возражает ли кто-нибудь против того, чтобы остальные люди в группе видели вашу работу и мою правку. И за все это время только одна девушка написала мне. Да, я не хочу, чтобы другие видели мою правку. Ну что ж, мне пришлось проверять ее работы по старинке и отсылать ей индивидуальные файлы. По счастью, больше никто такого не делал. И когда сначала я, а потом мои студенты обнаружили, что можно добавлять картинки, можно добавлять видео и аудио. Ну вот такой, например, он December issue журнала, да, which is male. Вот такой сделала одна из девушек. Тут одна работа. Ну и там были еще, поверьте мне. В другой группе мы занимались домашним чтением. И я попросила их найти иллюстрации к главе книги Daydream, где речь шла о bullies. Как они видят это, как они видят проблему. И вот некоторые из их contributions. Ну и двигаясь дальше... Ах, нет, простите, при демонстрации экрана немножко трудно будет. Хотя нет, нет, можно, можно двигаться дальше. Вот там мы более серьезными вещами занимаемся. Вот эссе в формате IELTS. А вот второй курс, знакомиться с экзаменом IELTS. Так, так, так. А вот народ написал свои reviews на тему видео, построенного на прелестной балладе Ларина Маккеннетт по стихотворению. Или балладе Tennis and the Lady of Charlotte. Вот они. Reviews, честно мною проверенные. Вот мои комментарии. Ну, review относительно недавняя, поэтому рейтинг пока не очень много. Но, вот опять-таки, девушка не совсем согласная с визуальным решением этой темы, добавила ту картину из прерафаэлитов, которая ей понравилась больше. Ну, если позволите, вот, опять-таки пока все. Скажите, пожалуйста, коллеги, есть... Да, я обязательно в конце, наверное, в конце нашего выступления пошлю небольшой документ, в котором просто есть все эти ссылки на Padlet и на все остальное. Хотя все очень просто, padlet.com. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, есть ли какие-нибудь вопросы по доске Padlet? Да, есть. Скажите, пожалуйста, это бесплатный ресурс или там все-таки есть какие-то тарифы? И если там возможность поиска, то, видите, огромный-огромный материал, да? Да, вот, и как прийти к той группе и к тому заданию, которое нужно тебе проверить? Значит, первый вопрос, спасибо за него. Вот из моего опыта все сервисы, которые предоставляют нам, в них есть некая бесплатная область, которой на первых порах, поверьте, мне хватает. Вот пока что мне моих трех бесплатных Padlet досок хватает вполне. Ну, правда, вот эта вот доска для университета, она уже действительно растянулась на виртуальные метры, и некоторые проблемы с этим связаны, у меня не получается уже выставлять рейтинг. Я пытаюсь ставить звездочки, и это безумно долго тянется, и почему-то мой рейтинг, она сбрасывает, я махнула на это рукой и сказала студенту, вот все, что я имею вам сказать, я напишу в комментарии, а рейтинг выставляете друг другу. Но дальше, конечно, есть тарифы, при которых вы можете иметь бесчисленное количество досок и так далее. В Padlet мне кажется, что функции не зависят от того, платный у вас тариф или бесплатный. Что касается поиска, вы знаете, наверное, есть какой-нибудь хитрый способ искать, но скажу вам честно, я просто открываю ее, иду в самый конец, в самый правый конец моей доски, потому что the latest columns все находятся там. А если мне что-то нужно поискать, то да, просто вот так вот хожу по ней курсором. Скажите, пожалуйста, а удалить, ну, скажем так, вам какие-то работы уже не нужны, или доска, она сохраняет все, и, ну, как-то очищать позволяет или нет, или это просто вы храните все, потому что вам это надо как-то для счета? Да, это, конечно же, я, Плюшкин, я была Плюшкин с бумажками, я Плюшкин электронный, я храню все, как-то не могу вот в себе найти сил, но, безусловно, в какой-то момент, вот закончить четвертый курс, надо не... Безусловно, позволяет, не волнуйтесь. Да, 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 можно убрать конкретный неудачный пост, все, что угодно можно убрать, все можно редактировать. Да, простите, одну вещь еще хочу сказать про Padlet. Еще одна возможность, которая меня совершенно покорила, это возможность peer-checking. Можно дать это как задание, проверьте работы друг друга, а пару раз, я даже подвергала народ такой штуке, я говорила, вот, пожалуйста, выберите три любые работы вашего одногруппника, кого хотите, и напишите про это review. И, вы знаете, это было очень позитивно, очень симпатично, они рассыпались в комплиментах друг к другу, читать это было одно удовольствие. Они обсуждали стиль, ну, тематика была у всех более или менее одна. То есть вот это вот peer-viewing и peer-checking – это прекрасные возможности, если никто не возражает. Ну, вот, говорю, за все время возражала только одна девушка, один раз. Коллеги, скажите, пожалуйста, можем мы двигаться дальше? Я тогда не посылаю сейчас ссылку на Padlet отдельно, пошлю потом все сразу. Ну, вот, переведя такую традиционнейшую форму работы онлайна, вот мы стали как-то заниматься, стали приводить себя в соответствие с теперешней модной и прекрасной концепции flipped classroom-а. Ну, я думаю, что всем идея знакома, потому что не все должно лежать на наших плечах, не все должно представляться и отрабатываться в аудитории, что вот в старой доброй схеме PPP – Presentation, Practice, Production – в общем-то, Presentation и до некоторой степени Practice вполне можно возложить и на студентов. Ресурсов огромнейшее количество, но я хотела бы сказать про два из них. Скажите, пожалуйста, кому знаком Quizlet? Мне. Прекрасно. Ну, тогда, если бы все сказали, что знаком, я бы даже не стала тратить на это время, но если позволите, покажу быстренько. Quizlet – это дивный ресурс, ну, по легенде, придуманный неким французом, которому нужно было выучить, по-моему, 31 английское слово. Вот он его создал, вот теперь мы все им пользуемся. Секундочку. Ага. Значит, это ресурс, в котором можно создавать модули из карточек. Ну, вот смотрите, это мой модуль по знаменитой лекции Нила Геймена о чтении в библиотеках. Вот здесь всевозможные виды работы. Карточки, смотрите, это очень просто. На другой стороне может быть перевод, может быть картинка. Поскольку я это делала для уже довольно серьезных студентов, то я делала просто, ну, как monolingual dictionary, пояснение на языке, но с картинками. Например, вот чтобы продемонстрировать выражение under the auspices of, вот такую картинку я нашла, да, под защитой, под эгидой. Весь этот модуль, вот он, вот так вот он выглядит. Ну, смотрите, чем проще материал, тем проще делать модуль. И совсем простым материалом можно его вообще не делать самим, а использовать то, что уже существует, потому что стоит вам зарегистрироваться, опять-таки, бесплатно, в Quizlet вам становятся доступны все модули, созданные коллегами, ну, если только кто-то из них не решил специально свое творение защитить. Ну, бывает. Но если вам нужны, ну, я не знаю, fruits and vegetables, там, morning activities, morning routine, и так далее, всевозможная лексика по IELTS, IELTS technology. Да, ваш класс, спасибо большое. Вы легко можете это найти, вы просто в поиске задаете нужную вам тему и получаете огромное количество уже готовых модулей, выбираете, какой вам подошел. Так вот, чем больше тематика, тем... Спасибо большое. Ой, простите, можно выключить звук? Тем легче это делать. Если у вас target vocabulary будет potato, tomato, cucumbers, стоит вам при изготовлении модуля впечатать, нужно тоже мгновенно вы получите перевод. Ну, вот в моем случае приходилось немножечко порыться и самой, и картинки, ну, поверьте, не всегда было легко найти вот на эти довольно сложные выражения и эту лексику, но, в принципе, найти можно. Я верю в то, что картинки помогают запомнить. Кстати, в этот модуль я вставила и парочку notes, ну, чтобы уж точно люди знали, кто такая Imit Blyton и кто такой R.L. Stein. И можно поделиться со студентами ссылкой на этот модуль, отправить их туда. И смотрите, кроме режима карточки, если позволите, я не буду показывать все-все, это мы очень долго будем входить и выходить, но режимы есть самые разные. Ладно, один, пожалуй. Я очень люблю режим подбор, и когда даю это задание студентам, требую, чтобы они подбор сделали не один разочек, а раза, например, три. Скажем, говорю, пожалуйста, три подбора и три теста. Я потом обнаруживаю, что кто-то сделал подбор шесть раз, а тест четыре раза. То есть смотрите, ну, вон, дивное выражение, premasticated maggots. Где они у нас? Sorry. Ну вот, и сама потерялась в своем материале. Ну, ладно, бог с ним. To be biased. Все, дело сделано. И вот так вот, повторив эту процедуру несколько раз, трудно не запомнить эту лексику. Ну, а кроме того, видите, есть письмо, есть правописание. Вот единственное, что режим гравитация я своими студентами не беру, потому что абсолютно невозможно, пока летят вот эти угрожающие астероиды, быстро напечатать перевод или определение к этой лексике. Я не успеваю и от них не требую. Ну, а если вы не успеваете, значит, астероид врезается в землю, все плохо. В общем, мне кажется, что абсолютно любого уровня лексику можно найти или сделать Quizlet, отправить туда студентов, а на занятии уже либо дать проверочную работу. Вы знаете, это удивительно. Я это видела еще и офлайн. Еще не успеваешь договорить слово или выражение. Тебя интересующе, а народ уже вот scribble-scribble пишут. Если, например, это перевод с английского на русский. То есть, ну, предположим, я только еще говорю to force to laugh for e и вижу, как они уже пишут перевод. То есть лексика входит в голову и остается там, надеюсь, долгосрочно. И вот опять-таки говорю, да, можно, конечно же, купить тариф с расширенными возможностями, но вы знаете, вот откровенно сказать, да, если вы не купите тариф, у вас вроде бы как нет возможности посмотреть прогресс-класса в красивой табличке, но вы знаете, вот в сведениях вы нажимаете сведения и видите, сколько участников в этом модуле, сколько кто из них какое задание делал. Ну, а также можно его добавлять, публиковать, редактировать. Вот. И далеко не каждый раз обязательно проделывать все это самому, хотя, вы знаете, я уже как-то наловчилась, и вот большой модуль на 45 слов ну, занял у меня, ну, всего часика-полтора. Ну, это большое удовольствие находить картинки. Да, пожалуйста, вопросы. Ну, как раз вот вы последнее ответили, я же хотела узнать, сколько по времени, но у меня еще один вопрос был. Я там увидела вот этот значок, звук, да, то есть, чтобы вот откуда, да, это вы начитываете или он подтягивает? Вы знаете, я поразилась, не только вот cat, dog, hamster, но и очень многие из моих выражений неприятным, механическим, но тем не менее безупречно правильным голосом произносятся. Да, совершенно верно, спасибо, что напомнили. То есть, стоит туда что-то ввести, некая тамошняя Алиса, не выскочила, тут же вам это начитает. Поэтому, ну, поверьте мне, если студент туда пошел и сделал все, что было велено, он просто не может эту лексику не запомнить. Можно я немножечко добавлю тоже? Мне безумно нравится Quizlet еще и тем, что мы работали с ним, с неязыковыми студентами, с неязыковыми студентами-технарями, которые информатики. И вот им безумно понравилось, что у Quizlet есть приложение в этом Google Play. Они его скачивают себе на телефон, они себе спокойно работают там где-то в дороге и так далее. То есть, они могут заучивать еще где-то вне учебного времени. Это абсолютно шикарный сайт. Спасибо большое. Да, вы знаете, поскольку я сама с смартфоном управляюсь очень приблизительно, то я не в каждом случае могу сказать об этом. Но ощущение такое, что большинство этих сервисов, с ними можно работать на телефоне. Вот есть, скажем, Kahoot, которым я не пользуюсь совсем, потому что, ну вот, ну не хватает у меня на это соображение, но с ним можно проводить любые голосования, хоть в аудитории, хоть вне ее. То есть, главное, чтобы у нас с вами был, ну, хоть какой-то компьютер, а студенты могут и с телефоном. Да, чистая правда. Вы знаете, коллеги, я не буду его демонстрировать. Есть наш русский сервис, называется «Взнания». Так и пишется в одно слово «Взнания», созданное двумя очень толковыми и симпатичными сестрами. Там похожие функции, немножко поуже спектр. И вот там тоже для студентов он бесплатен абсолютно, если они заходят туда с компьютера. А если с телефона, то вроде бы немножко нужно заплатить. И там очень сходные функции, там тоже огромное количество модулей, сделанных кем-то. Вот советую, давайте я, наверное, напишу его, надеюсь, что не ошибусь. Вот прямо так, секундочку, в знание. Очень хорошо идет у школьных учителей, и ребята легко обучаются, и родителям очень нравится. Ну ладно, мы говорим про взрослых. И еще один сервис, про который я хотела бы сказать, если позволите, это AdPuzzle. Знаком кому-нибудь AdPuzzle? AdPuzzle – это сервис, дающий возможность использовать интерактивное видео. Есть Vizia, но он простенький, с ним проще работать, но, по-моему, как-то скучновато. Их много. В AdPuzzle я влюбилась совершенно, и вот это вот я показываю вам, видите, в My Classes, это у меня, прости господи, кто? Ага, это третий курс. Вот это вот, ну, выполнение сами видите, но это не значит, что у меня в группе 16 человек, и что все 16 так уж нерадивы. Довольно часто студенты заходят по два, по три раза, и вы знаете, я пока не научилась убирать вот третью Катю Иванову, потому что я никогда не была уверена, это тот аккаунт Кати Ивановой, где вся работа сделана, или где пусто. То есть на самом деле в этой группе человек 12, ну, видите, от разных факторов это зависит, но вот, например, небольшие 15-минутные или 12-минутные фильмы по прерафаэлитам, ну, смотрите, делали 9 человек, или 8, на самом деле из 12, а не из 16. Это видео, которое можно найти в ресурсах самого Эд Пазл, а также он, как это называется, ну, он коррелирует, он взаимодействует с Ютьюбом, с Тед Токс, с целым списком различных других ресурсов. Вы можете загрузить это видео и составить к нему свои вопросы. Ну, вот, если позволите, если вы не возражаете, я покажу крошечный, ну, совсем малюсенький кусочек первого своего, мною лично, составленного интерактивного видео. Мне сейчас даже страшно подумать, что я замахнулась не на какой-нибудь там двухминутный кусочек про Present Perfect, а вот на изумительный красотный фильм о Уильяме Моррисе. Секундочку. Скажите, пожалуйста, слышен звук? Одна секунда. Господи, sorry. Sorry. В запланированные вами моменты видео останавливается и вы видите либо нут, ну, просто то, о чем хотите студентов проинформировать заранее, либо, прошу посмотреть сюда, всевозможные вопросы. Ну, на самом деле, в этот пазл типа вопросов не так уж много, есть open-ended questions, есть multiple choice questions. Я не знаю, вряд ли стоит тратить ваше время доходить вот до 55-й секунды, где следует ответить на какой-то заданный мной вопрос, но вот видите, это количество вопросов, которые я создала, я сидела с этим заданием весь день. То есть время от времени отказывали мозги, я отходила, меняла деятельность, это было долго, это было тяжело, то есть вот шесть минут поначалу заняли у меня очень много времени, но потом это набирается, этот навык. А главное, вы совсем не обязаны, совсем не обязаны каждый раз делать это сами, можно находить что-то уже сделанное другими. Ну вот, например, понадобился нам кусочек про американское сообщество Амиш, я нашла с пол десятка видео и выбрала то из них, которое мне приглянулось. Поэтому вот так вот выглядят my classes, вот так выглядит gradebook в бесплатном тарифе, вы все время видите, о, вот он мой прекрасный список, видите, там некоторые повторяются, вот-вот-вот, вот Александра Потапова, например, заходила дважды и в одном аккаунте работала весьма неплохо, а в другом совсем ничего. Вы видите их результаты, кто что сделал, кто что не сделал, кто сколько времени на это потратил и какой средний уровень выполнения у человека. Не во всех этих заданиях, не все они сопровождались конкретными вопросами, в некоторых случаях надо было просто посмотреть, ну, такое тоже бывало. Или это были open-ended questions, которые оценивала я сама, поэтому выглядит это не очень впечатляюще, но тем не менее. И вот, что я хотела сказать про Quizlet и про Edpuzzle. Смотрите, коллеги, это очень помогает при, как это у нас, current control, при текущем оценивании, потому что вот эти туманные вещи, ну, активность на занятии, там, сданные контрольные работы, так ли их много. Вот это вот я показываю свое содержание. Но используя такие ресурсы, вы получаете уже готовую картину, кто сколько сделал, кто когда сделал, кто уложился в сроки, кто нет, из-за кого приходится продлевать срок доступности этого видео. И это очень удобно. И если такая вещь, как портфолио у вас в институте, в университете важна, и аттестация студента с нею связана, то вот это вот совершенно объективные данные. Кто как работал, кто что делал, с этим не поспоришь. Это всегда можно при желании вывести на экран и конкретному человеку показать, в чем ваши к нему претензии. И еще, что я хотела сказать про AdPuzzle, конечно, там ограниченное количество видео, вот этих слотов в бесплатном тарифе. Но, во-первых, в первый год пользования я умоляла всех вокруг, коллег, друзей, регистрироваться там, используя мой код, что добавляло им дополнительных три, по-моему, видео, и мне три. Потом AdPuzzle сообщил мне, что вот в моем заведении, то есть в университете, 32 человека уже пользуются, AdPuzzle. Поэтому вот на полгода локдауна нам дали бесплатный, неограниченный доступ, и вот сейчас они опять начинают писать, а не хотите ли вы перейти на какой-то прекрасный групповой про-тариф? Я, конечно, очень хочу, но не совсем понимаю, могу ли принимать такое решение за весь университет. Если смогу, то, безусловно, приму, и, возможно, правда, не совсем понятно, кто будет оплачивать этот про-тариф. Но пока что, вот до июня, пользуясь возможностью загружать столько видео, сколько мне хочется, скажу вам, я блаженствую, я давно вышла за рамки своих 65, и надеюсь и в дальнейшем найти какой-то способ добавлять их. Но, конечно же, отработанные видео, особенно чужие, не те, в которые вы вложили силы и время, конечно же, их можно сбрасывать. коллеги, есть ли вопросы по AdPuzzle? Да, есть вопрос. Остаются, вот даже если у вас не удастся, например, проплатить тариф, у вас ваши наработки, они останутся в этой программе? Вы сможете ими пользоваться, да, или как? Я надеюсь, что да, я надеюсь, что задним числом никто не отрежет вот все, что сверх моих законных 65. Это один момент. И еще по студентам, а нет ли такого, что, например, ну вот как, знаете, если в классе списывание, да, вот не пользуется ли кто-то трудами кого-то? Вот, как вот здесь? Вы знаете, мне кажется, что это вот как в этом самом фильме «Приключения Шурика», да, то есть здесь, чтобы жульничать, надо проявить такие незаурядные способности, данное видео открывается по ссылке только вам. Конечно, вы можете в процессе связаться со своим одногруппником и спросить его, а какой вариант ответа ты выбрала в Multiple Choice и поставить тот же. Но это так громоздко и так затруднительно. Нет, имеется в виду, сначала делает один, вот, а потом, ну, там же одно и то же. Я просто, понимаете, опять-таки, год назад я побыла уже в шкуре студента именно на очном, на очном, то есть я в своем возрасте оказалась, скажем так, за столом, но по другой специальности. И я поняла, как, ну, студенты, ну, вы поняли, это совсем, это совсем не те студенты, которые были 20 лет, ну, то есть я пришла со своим, как мы делали, как мы делали шпаргалки, письменно от руки, у них это все совсем по-другому, это, ну, это очень быстро, очень, и я просто не понимаю, догадываются ли преподаватели вот о том, что, или, ну, вы поняли, да, вот, у вас вот был такой элемент, что вроде бы, ну, как бы не сам человек выполняет работу. Вы знаете, здесь, здесь нет ни в этот пазл, ни в пэдлет, но в пэдлет, во-первых, всем видно, и если я спешу с Машей, то это увидят все, и Маша, и преподаватель. А здесь в этот пазл, вы знаете, у нас нынче с этим просто, если студент что-то не хочет делать, он просто не приходит, не делает, очень хорошо зная, что у нас у преподавателей сейчас нет никакого рычага воздействия, абсолютно, поэтому, кто уж дал себе труд пройти по ссылке, войти туда, и отслушать эти 3-7 минут, или 15 минут, с парочкой open questions, те делают это сами, и вот, кстати, проверять open questions, multiple choice, это самопроверка, это делает система, а вот open questions, конечно, составляет преподаватель, который сам себе враг, потому что потом ты же это и проверяешь, особенно если в open questions пишешь, ответьте, пожалуйста, полным предложением, или приведите, пожалуйста, как минимум 3 причины, и потом вот это проверяешь, это абсолютно индивидуально, списать можно, но это будет очевидно, да и потом ставки не так высоки, все-таки контрольный проводить, вот пазл, это я как-то еще вот не дошла до такой стадии, можно я отвечу на вопрос в чате, я думаю, что всеми этими ресурсами можно пользоваться абсолютно с любым языком, я просто не сомневаюсь в этом ни секунды, и я помню, что скажем, в квизлете, когда я задавала язык перевода, в тех случаях, когда он мне давал автоматический перевод, там был огромный список, и арабский там несомненно был, то есть сделать модуль со шведского на арабский или обратно, я думаю, ничуть не труднее. Коллеги, скажите, пожалуйста, вы еще не утомлены? Наталья Яковлевна, я, наверное, еще минуток 7, возможно? Очень интересно. Спасибо. Очень нравится. Спасибо. Так вот, я сказала, да, о том, что вот эти вот ресурсы, они прекрасно дают материал для портфолио. Вот, гораздо более надежно, чем наши с вами, вот эти вот кондуиты, сделал, не сделал, 3 балла, 5 баллов, здесь настолько все очевидно. Вот. Ну, и, конечно же, ситуация, вот, работы в онлайн вызвала к жизни абсолютно новые формы работы, ну, например, вот те речевые, грамматические и прочие разминки, заминки, о которых говорила коллега Наталья Яковлевна. И вот в этой роли прекрасен, мне кажется, WordWall. Вы знаете, как ни странно, я хорошо познакомилась с WordWall совсем недавно, но, видимо, не было вот крайней надобности в этом. Сейчас поделюсь экраном. Да, WordWall, к сожалению, только 5 ресурсов можно создать бесплатно. Ну, вот, я пока создала 4 и думаю, потому что, вы знаете, коллеги, понятно, что не так они дороги, эти ресурсы, но, во-первых, очень смущает мысль о том, что все-таки неплохо было бы, чтобы за это платили наши учебные заведения. Вот. А во-вторых, стоит заплатить за один ресурс и уже не остановишься, поэтому я пока стараюсь держаться на бесплатной территории. Так вот, если позволите, WordWall, опять-таки, я думаю, что таких сервисов огромное количество, но я пока ознакомилась вот с этим. Посмотрите, пожалуйста, вот эти вот созданные мною ресурсы. И вот, например, это Speaking Warm Up. Я начала, по-моему, с 12 тем, а потом как-то мне показалось маловато, я их расширила, и в результате колесо мое стало крутиться безумно медленно. Но, что поделаешь, сейчас, минуточку, грузится довольно долго. Вот, посмотрите, пожалуйста, начинается занятие. Ну, здесь я выбрала такую несколько китчевую вариацию телеигры. И я либо сначала называю имя студента, либо наоборот, сначала раскручиваю, а потом называю имя студента. И говорю, well, Наташа, плиза. И Наташа без подготовки в течение минуты должна красиво и обоснованно отвечать на вопрос do you prefer cats or dogs? Когда это сделано, я устраняю этот вопрос и раскручиваю колесо снова и вызываю следующего студента. К сожалению, вот мне пока не удалось встроить сюда какой-нибудь вот timing. Есть такой чудесный ресурс, огромное количество кстати вот этих timers, есть такая, знаете, горящая свеча. Вот минуту или две минуты или полминуты она горит и потом тихо гаснет. Но у меня пока не получилось и я не уверена, что я смогла бы, а может я смогла бы в двух окошках держать вот горящую свечу и вот эту вот тему, но все впереди. Вот такая вот речевая разминка на самые разные темы. Темы я обычно беру приближенные к формату международных экзаменов, ну хотя, конечно, do you profile cats or dogs это уже совсем для смеху. Так, если позволите, сейчас, минутку, вот видите, я использовала уже четыре своих пяти возможностей. В какой-то момент с группы послабее пришла мне фантазия потренировать irregular verbs, вот они, пожалуйста, и смотрите, как еще можно это сделать. Можно пользоваться форматом колесо, а можно ведь сделать что-нибудь другое, например, вот такой вот формат случайной карты и можно выбрать какой-нибудь действительно занятный, занятный к нему оформление. Посмотрите, пожалуйста, как это все происходит. Для занятий в середине дня, когда они уже устали, очень весело. И вот я называю человека, сдаю карту, и желаю, чтобы человек быстрый, без ошибок сказал рвать и составил пример. А недавно мне одна студентка подала мысль о том, что можно просить их примеры дописать в чат и чтобы из этих предложений составлялась история. В общем, возможности совершенно безграничные. И смотрите, форматов на самом деле очень-очень много форматов и шаблонов. Секундочку. Вот, прошу прощения, вот они, шаблоны. в общем, там около двух десятков различных шаблонов, которые вы можете использовать. И вот еще, что хочу сказать, только дня три назад, вдруг, копаясь в этих шаблонах и думая, как бы это мне сделать такое задание, связанное с домашним чтением, вы его видели там с краешку, что можно сказать про полиану, а что можно сказать про катнис из голодных игр распределения предложений, я вдруг осознала, что ведь и здесь огромное количество работы уже сделано другими. если вдруг кто-то из студентов ошибся и в очередной раз попытался сказать teach, что они регулярно делают, не правда ли, можно почти мгновенно открыть составленное кем-то задание, где надо будет распределить десятка-два глаголов, где мы говорим teaches, а где мы произносим loved, а где мы говорим shouted. То есть, опять-таки, кроме наших собственных затрат времени и сил, есть огромный ресурс, которым можно пользоваться. Я прошу прощения, я выхожу из всех рамок, вы позволите еще вот, Наталья Яковлевна, три минуты и два ресурса, если можно. Интерактивные доски, на которых можно осуществлять и групповое взаимодействие, и даже групповые проекты. Я знаю некоторых коллег, которые делают это абсолютно виртуозно. У меня пока групповые проекты довольно простенькие, но вот взгляните, пожалуйста, это доска джемборд. Я понимаю, что выглядит несколько устрашающе. Делали мы это зимой, на первом занятии семестра. Мы играли в игру Two Truths и One Falsity. Сначала я, вот это была я, сначала я предоставила им два правдивых утверждения о себе и одно ложное, и попросила, вот исходя из нашего уже полуторалетнего знакомства, несколько человек высказаться, что они думают правда, а что ложь. Мы выяснили, в чем я набрала, после чего я попросила их, используя вот эту вот функцию добавить изображение, поместить на доске свои аватарки, что они, как видите, сделали, вот эти все картинки, это мои студенты, но тогда они были без имен, это были анонимные аватарки, и затем составить два правдивых утверждения, одно ложное, после чего минут 45 присутствовавшие человек 8-9 высказывали предположения о том, что вероятно является правдой, вот для этого розового фламинго, а что, наверное, неправда, и в конце у нас был момент of truth, все подписали свои портреты, и вот, значит, признались, что была неправда, а что была правда. Speaking был совершенно, ну, бесконечный и интереснейший. И вот, если позвольте, другую покажу, фрейма с джембода, мы говорили об архитектуре, ну, почти в каждом учебнике, upper intermediate или advanced, есть тема architecture, и я всего-навсего сказала им, вот на фрейм, это у нас что, это у нас frame 3, на джембоде, будут два имени архитекторов, а вы, пожалуйста, добавьте примеры их произведений. И на следующем занятии каждая картинка, это отдельный человек, значит, пять, да, ну, и попросила поделиться более-менее поровну, фундеттвассер оказался популярнее, значит, вот, могу посчитать, девять человек добавили изображения и сделали, ну, такую микропрезентацию по каждому, рассказав нам и про пивную башню, и про, и про все остальные красоты, и про лесную спираль. И вот такого вот можно придумать и сделать очень много. Вот это вот еще не совсем законченный такой мини-проект про Бэнкси. Опять-таки, народ раскапывал эти картинки, рассказывал про них. И, коллеги, совсем последнее, если позволите, можно покажу вам еще доску мира? Можно? Итак, доска мира. На доске мира можно поместить целый курс. На ней можно делать что угодно. Она бесконечна. И, опять-таки, три доски вам доступны всегда, а когда какая-то становится ненужной, ее можно архивировать. Вот, позвольте просто покажу. Вот на этой доске мира мы со вторым курсом занимались домашним чтением. Мы читали «Игру престолов». И вот сначала я сделала такую эму-лайн, где они писали, ну, какие чувства они испытывают по поводу того, что мы будем читать «Игру престолов». Вот. Потом я попросила их... Это был первый... О, sorry. Это был первый опыт. Вот, единственное, в спешке очень трудно правильно делать масштаб. Ну, вот, надеюсь, вы поверите. Читая, они делали вот такие вот mind maps по различным персонажам. ну, вот видите, да, Lady Caitlin, Eddard Stark и так далее. Потом мы в небольших группах составляли scrambled sentences. Это уже готовый результат. Вот. И scrambled words, scrambled sentences. А потом... Муточку. Ага, ага. А потом мы играли в ролевую игру. Вот здесь вот народ записывался, кто какую роль желает получить. Правда, роли, роллкадз и прочее я рассылала им уже через Google презентацию. Sorry, секундочку. А вот здесь, а вот здесь вот они сами подбирали всевозможную, ах, простите, скачет немножко, лексику для group discussion. Ну, вот, вот, взгляните, пожалуйста, да. Language of promising, language of commands, language of prohibition, agreeing, disagreeing, то есть различные функции. Ну, и совсем последнее, что хочу вам показать. Много чего мы там сделали. А вот сейчас мы читаем роман Бена Элтона The Charts Robber. И вот, извините, коллеги, за это мелькание. Вот таким вот образом на большой mind map. Там очень много персонажей. По каждому персонажу народ добавляет всякие занятные цитаты. И вот на этой mind map народ добавляет те песни и тех исполнителей, которые упоминаются в романе, потому что роман о talent show. Ну, что-то вроде голоса. Простите, пожалуйста, за такую сумбурность и за то, что я вышла из всех временных рамок. Коллеги, есть ли вопрос какой-нибудь по интерактивным доскам или чему-то еще? Спасибо огромное. Презентация, правда, очень интересная. Очень бы хотелось, правда, получить все эти ссылки. Непременно. Я прямо сейчас отправлю документ со ссылками. И, Наталья Яковлевна, пожалуйста, вам слово. Извините, что я так вышла за рамки своего времени. Можно еще один вопросик? Скажите, пожалуйста, есть какие-то инструкции по этим инструментам в интернете? Вы знаете, практически везде есть видеогиды, то есть в каждом сервисе, в, скажем, в AdPuzzle, да и в Миро, они регулярно просто вот бомбардируют вас всякими там новациями, всякими инструкциями. Да, это все можно найти. Есть на некоторых, есть бесплатные онлайн-курсы по использованию. То есть это только вопрос поиска и времени. Ну, а еще действительно хорошо связываться с коллегами, которые уже умеют и шаг за шагом делать вместе. Да, это да. Если что, то, ну, я не знаю, возможно ли, можно ли так говорить в рамках конференции, но, в принципе, всегда можно связаться со мной, и я готова буду помочь, как смогу, потому что, будучи великим технофобом и динозавром, у меня теперь ощущение, что уж если я это смогла, то это может кто угодно, что это совсем просто. Спасибо. Спасибо большое. Наталья Яковлевна. Да. Так, коллеги, я просто хотела, да, оставшееся время быстренько, да, быстренько показать, как я адаптирую учебные материалы, которых, я думаю, у всех, в общем, дома накопилось огромное количество, и что же делать с ними, да, конечно, в идеале, в идеале, эти учебные материалы у вас должны быть в электронном виде, неважно в каком, в виде фотографии, в виде PDF, в виде Word-овского файла, но они должны быть в электронном виде. Я все это делаю оформляю в такой учебник в презентации, ну, в частности, в Google-презентации, потому что она бесплатная, и несмотря на то, что нам выделили эти PowerPoint, я как-то, в общем, да, начинала с Google и к нему привязана, но уверена, что те, кто работает с PowerPoint, тоже найдут, как бы, как с ними работать. Значит, просто быстренько покажу, как можно быстро, да, имея уже электронные какие-то учебные материалы, скомпоновать их для демонстрации классу. Ну, вот, да, просто пошагово, да, я это сделаю. Значит, и у меня сейчас открыт мой аккаунт в Google, то есть Google Disk, да, вот я открываю новый Google Slide. Значит, что я на самом деле узнала не сразу, поэтому хочу всем показать, да, что совершенно не обязательно оставлять его вот в таком формате, что, в общем, не всегда удобно, особенно если у вас какое-то большое задание на Listening, и у вас не помещается вот в такую страничку, то стоит, стоит на самом деле поменять формат. А это не так сложно. Значит, вот здесь вот файл, да, и есть Page Setup. Да, вот я сейчас туда иду и, соответственно, делаю Custom, то, как обычно, да, сформатированные странички формата А4. соответствующие соответствующие большинству наших современных учебников. И в итоге вы получаете вот такую страницу, куда помещается то, что в учебнике есть. Значит, кроме этого, соответственно, в этот Google Диск я помещаю те материалы, которые хочу использовать. Ну, в частности, у меня, они сейчас тут лежат, они лежат у меня, так, да, минуточку, они лежат у меня вот здесь вот, да, значит, у меня вот выложены два файла. Вот, да, это страничка из учебника электронного в PDF формате, но я не хочу использовать всю страничку, она очень busy, да, значит, для демонстрации экрана не очень годится много всего, и к тому же я, скажем, не хочу использовать все, все упражнения отсюда. Проще простого взять, значит, и сделать фотографию области, области экрана, не весь, а часть, да, в частности, вот, скажем, возьму и выделю только вот эту часть и скопирую, и, соответственно, быстренько сюда я ее помещаю, ну, вот это, да, будет первое задание. Дальше возвращаюсь сюда и выбираю, скажем, вот, ну, второе задание тоже мне годится, ну, может быть, да, значит, мне бы хотелось, чтобы фотография была поменьше, а сам текст побольше, поэтому фотографию пока пропускаю, а возьму все-таки сначала текст, да, выбираю я текст, потому что, когда я его сфотографировала, дальше его легко форматировать, я ставлю сюда, соответственно, текст, ну, а фотографию, да, пожалуйста, можно взять и фотографию, да, видео, визуалы любят фотографии, возьмем фотографию, но чуть поменьше, то есть, чтобы их можно было как-то уменьшить, вот, значит, поменьше, а картинка побольше, ну, вот, да, в общем, в принципе, первая страничка у меня готова, которую я могу сохранить сразу, как PDF, у меня будет готовый PDF, это позволяет это сделать, соответственно, этот файл можно дальше прикрепить в Padlet, если нужно, да, если нужно, потому что Padlet еще хорош для тем, что вы можете его использовать просто для того, чтобы делиться материалами, ну, например, вы отправляете своих студентов в breakout rooms, да, или в channels, вот, чтобы они что-то обсуждали, и даете им ссылку на Padlet, где у вас выложены материалы, которые они должны обсудить, предположим, вот, ну, а чтобы сделать покрасивше, вот это вот, значит, я, соответственно, хочу взять какую-нибудь картинку из, соответственно, из интернета, вот, я взяла картинку, и она будет у меня, так сказать, с темой этого занятия, чуть-чуть сдвигаем, вот, у меня уже готовы материалы, скажем, на какую-то часть, которую они будут обсуждать, ну, да, прибавляем следующую страничку, которую, скажем, да, мне, мне еще понадобится, берем другой, другой какой-то материальчик, ну, вот, скажем, есть, есть вот такая картиночка, которую я хочу дать им как раз на обсуждение в фарах, да, или в маленьких группах, она немножко большая, поэтому уменьшим, уменьшим формат, вот, и теперь можно ее всю скопировать, всю скопировать, ставить сюда, ну, и задание, да, к ней нужно задание, соответственно, я вернусь к другому своему источнику, в котором есть задание к ней, да, вот задание к ней здесь, вырезаю из другого, да, значит, какого-то своего материала задания, копируем задание, и вставляем, значит, ну, получается, что картинка великовата, вот, значит, это у меня задание, и дальше вот этот вот, да, вот эту личную страничку, всю эту страничку я могу сохранить как, могу сохранить как, вот, видите, да, и получается, что если я возьму current slide, то я могу его сохранить и как PDF, вот, да, скажем, весь PDF могу сделать, или как фотографии, то есть я могу сохранить всю эту презентацию как PDF, и, соответственно, у меня уже будет какой-то свой учебник, что еще хорошо, значит, ну, скажем, я вам покажу те, те, которые уже готовы, Google Slides позволяет делать ссылки внутри текста и ссылки на внешние источники, ну, вот, скажем, это эти те материалы, которые я сделала для курса English for specific purposes, и вот видите, я сейчас вот встану, скажем, на первую эту, и, ну, на первую неинтересно, вот, скажем, встану на endangered languages, да, тема endangered languages, и он мне показывает ссылку, где находится это начало этой главы, вот, тут, значит, вот она открылась, дальше это вот такой получается у вас длинный учебник, который я сделала из разных источников, самое главное, что это действительно из разных источников, в частности, очень хорошо, если у вас не просто учебник, вы идете по учебнику, а вот такой курс, который, ну, нет у нас отдельно курса English for specific purposes, соответственно, тут у меня всевозможные темы, тут у меня есть темы, которые, ну, вот я просто вернусь своему оглавлению, да, значит, British English versus American English, Language Change, Translation Studies, то есть из разных источников, которые у меня были под рукой, я насобирала материалы и сделала это вот в виде такого учебника, который, естественно, у меня сохранится, значит, на самом деле, вот то, что я вам показала быстренько две странички, ну, я думаю, вы догадываетесь, что если вы поделаете это пару раз, то оно пойдет достаточно быстро, главное, чтобы у вас было что-то в электронном виде, значит, что еще хорошо, хорошо, скажем, что можно поставить аудио, так, немножко я уменьшу, что можно сюда поставить аудио, значит, позволяет, вот, скажем, вот сейчас, я надеюсь, вам будет слышно, то есть вы сюда можете вставить видео, вы сюда можете вставить аудио, и когда вы работаете в онлайн формате, у вас, может быть, есть PDF учебник, и это хорошо, но из просто PDF-ридера невозможно показать видео, и невозможно послушать аудио, вам приходится переходить в какие-то другие программы, и это опять отнимает время, если же вы, так сказать, ну взяли на себя этот труд, я говорю, в принципе, для того, чтобы подготовить к одному уроку, это не так долго, особенно если вы это, так сказать, проделаете несколько раз, и уже понимаете, я на самом деле получаю удовольствие в поисках вот этих материалов, и всяких дополнительных ссылок, то в итоге получается что-то действительно достойное, которое у вас останется не на листочках, а вот в таком формате, значит, что еще хорошо, ну скажем, встретилось нам какое-то слово сложное, да, вот, facetious, значит, ну что же это такое, да, я могу тут же перейти, если я не заготовила дома, не увидела, что это слово сложное дома, я могу тут же перейти в интернет, да, написать это слово и найти его, и показать его в Cambridge Dictionary, например, да, значит, в Cambridge Dictionary, так, дайте мне Cambridge Dictionary, вот, значит, открылся Cambridge Dictionary, мы можем посмотреть это здесь, если же я озаботилась об этом дома, да, я увидела там, так, наверное, это возникнет как проблема, значит, соответственно, я могу дома эту ссылку уже сделать, то есть очень просто это делается, я сейчас вам покажу, значит, чуть-чуть я поближе сделаю, вот это слово противненькое, соответственно, я беру вот такой квадратик, обвожу его, делаю его прозрачным, вот тут transparent, и соединяю его с Cambridge, вот теперь, когда я сюда ткнула, у меня возникает ссылка, и мы сюда перешли, то есть, в принципе, вот таким образом можно приготовить материалы, которые пойдут не только в класс, они пойдут, скажем, могут пойти и в качестве материалов домой, да, значит, те, кто не присутствовал, не мог присутствовать, или вы с кем-то работаете, у кого вот не было возможности, соответственно, вы можете поделиться этим файлом и отправить этот файл, просто сохранить его под другим именем, дать возможность студенту, он будет слушать это все дома, в принципе, ну вот, скажем, может тут же делать эти упражнения и вписывать это вам, это один вариант, единственное, что да, просто чтобы, да, были разные названия, значит, настаивайте, чтобы они сохранили это под своими именами и вы это не путали, или же, да, пожалуйста, просто будет просматривать, все это делать, у него будут все материалы урока, но не в виде видеозаписи, не в качестве видеозаписи, а те материалы, которые мы прошли, какие мы аудио слушали, значит, я хочу еще вам показать такую вещь, которую, ну, я на самом деле пользуюсь разными вариантами, как сделать, как сделать, как показать какие ответы, то есть где ответы, ну, скажем, да, часто нужно еще и ответы, так, чуть поближе, ответы, так, немножко не так получилось, вот так, раньше, раньше, не получилось, значит, да, прошу прощения, ну, какой-нибудь найти мне, где, да, значит, вот, скажем, вот здесь, вот, здесь, то, что я уже задумала заранее, что не будут знакомые слова, будут какие-то незнакомые слова, и чтобы их объяснять, да, вот это наготовило им еще, соответственно, из разных источников тоже, из Кембриджа много, из Кембридж Дикшнери, и какие-то дополнительные картинки, как вот здесь, значит, видео вы сюда можете подключить, ну, вот, да, например, вот еще один, я вам покажу быстренько, осталось буквально у меня немножко, да, вот этот файл, этот учебник, да, я подготовила для своей племянницы, которая не, так сказать, моя студентка на добровольных основах, и она в нем работает, то есть это файл, который я с ней делюсь, значит, соответственно, тут опять же есть ссылки на то, чтобы перейти и посмотреть, что значит слово, и послушать его, а поскольку девушка тоже, так сказать, не филолог, поэтому это двуязычный словарь, это не словарь, не словарь англоязычный, вот, значит, она прямо здесь делает, видите, она прямо здесь делает, и когда она делает, ответ я вижу, я вижу, что она делала, то есть, ну вот еще один такой вариант, да, ответы иногда, да, ответы я иногда прямо, так сказать, подкладываю нижним слоем, потому что тут несколько слоев, значит, соответственно, вы можете вот это убрать, или сверху что-то положить, а потом сдвигать, ну, в общем, я разные варианты использую, или просто закрываю, или подкладываю нижним слоем, то есть, уверяю вас, это в принципе не так много в итоге занимает времени, а главное, да, что это, это не просто потом бежать на ксерокс, да, и раздавать им раздаточные материалы, и особенно, если у вас действительно накопилось, и вы держите этот учебник ради вот этой темы, или вот ради этого текста, да, значит, стоит, вот, так сказать, это оформить, чтобы оно у вас было, и потом можно было использовать не только онлайн, но, но и в живом, так сказать, в живом обучении в классе, да, надеюсь, да, надеюсь, в общем, если есть вопросы, я готова ответить, надеюсь, в общем быстро, но тем не менее, я как-то показала какой-то кусочек того, что можно было, да, спасибо. Коллеги, да, я думаю, что мы, да, можем перейти уже к вопросам, если еще, да, еще не все отвечают на вопросы. У меня вопрос, опять-таки, я, наверное, прослушала, опять-таки, вот аудио, аудио, это вы тоже подгружали с уже, ну, и уже имеющиеся, да, аудио, если оно у вас было на диске, или аудио, которое вы нашли в интернете, любое аудио, да, значит, я сама иногда записываю, скажем, диктанты, да, диктанты я записываю просто сама, и я могу их подключать, когда-то я даже баловалась, и, так сказать, делала действительно курс, когда и инструкции записывала, и присоединяла это, ну, это не понадобилось мне ни разу, но я попробовала, то есть можно и свой голос туда записывать, и точно так же ставить. Я поняла. Вы сами, собственно говоря, вот дошли до этого, ну, я имею в виду, вот функции вы говорите, я сначала не знала, то есть вы в процессе использования вот этого инструмента, да, открывали для себя некоторые функции, или все-таки кто-то помогал, ну, вот тоже там спрашивали про гайды там к этому. Ну, на самом деле, я просто как бы попробовала, я потому что увидела видео в Ютубе, где куча всяких разных, да, есть, вы сами знаете, tutorials, вот, а потом, да, по ходу много чего, да, доходило до меня, само, ну, вот в частности, на этом тюториале увидела, что можно поменять размер, потому что меня до этого это смущало, да, вот, скажем, какое-то тестовое задание у нас было в конце года на зачете аудирования, и оно у меня не помещается на эту страничку, и это мне неудобно, а мне же надо, чтобы они видели перед глазами, да, то есть, что материал перед ними и аудио, поэтому, да, значит, а потом, когда я узнала, что это можно еще сделать, какого хотите формата, думаю, ну, 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 тогда просто вот это грех не воспользоваться, потому что действительно много всего туда можно положить, и аудио, и видео, видео всякие разные, да, вы найдете там и BBC Learning English, и какие-то TED Talks, и, просто иногда, да, вот для своей племянницы я просто смешные ей добавляю, чтобы она отвлеклась, да, и пишу ей, have fun, она смотрит еще там про каких-нибудь кошечек, она у меня ветеринар, вот, да, многое, конечно, я постепенно, сначала были они попроще, а потом там несколько слоев, я стала играть с тем, что там, как бы, где ключи, или перейти на другую страничку, чтобы посмотреть ключи, или перейти на другой файл вообще, чтобы посмотреть ключи, или, да, вот, да, бывает, что я, скажем, транскрипты, я в другом файле оставляю, если они не расслышали, то я перехожу на другой файл, и там показываю им транскрипты, то есть, оно действительно, да, вот можно сделать такой электронный учебник, электронные учебники есть действительно, но их надо покупать, а это, да, это вы делаете сами абсолютно бесплатно. Я поняла. А еще по итоговым работам, я имела в виду вот уже оценочные работы, которые, ну, скажем так, это тоже работы, которые промежуточные, или, как сказать, обучающие, да, а вот итоговая работа вы тоже с применением вот этих систем или нет все-таки для каких-то работ там контрольных или, я не знаю, там, не только по которым вы будете выставлять, например, годовые оценки, или как у вас. Ну, почему нет, почему нет, ну, просто, скажем, у нас экзамены такого плана, что это не всегда соответствует, да, скажем, если это аудирование, то, конечно, да, почему нет, точно так же, да, точно так же, вот, вот, а если это письменный перевод, Ну, тогда просто письменный перевод. Они делают перевод, потом они присылают, и дальше мы, соответственно, это обсуждаем в онлайн-формате. То, что можно в таком виде сделать. Да, я поняла. Спасибо. Коллеги, если есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте, а то мы будем уже, так сказать, заканчивать, наверное. Ну, тогда я еще... Вот вы тоже сказали, письменно они вам сдают не электронный вариант, а ручной вариант. Я правильно понимаю или нет? Ну, в смысле, как вы письменные работы принимаете? Дело в том, что это вообще прописано в программе вашей, в частности, в программе экзамены, дается инструкция, то есть она, естественно, оговаривается и со всеми преподавателями, доводится до сведений студентов. Ну, вот, да, скажем, у нас выпускной экзамен в этом году, они будут писать от руки, они будут делать фотографию, нам пришлют. И тут варианта два. Или вы проверяете, да, я лично такие работы проверяю, опять же, в PDF-редакторе. Я просто, да, его туда загружаю, там проверяю, там пишу, что мне не нравится. Вот, на экзамене реально мы будем, наверное, просто поступать по-другому, мы будем слушать, что они будут говорят. А эти файлы, они будут нам, так сказать, вот, ну, как материалы, которые они действительно сделали, они будут с подписью, то есть это их рука, да, значит, что это не кто-то там. Хорошо, то есть этот год вы тоже заканчиваете дистанционно? Дистанционно, я так понимаю, да? Ага, вот. Мы дистанционно заканчиваем. Спасибо. Наталья Яковлевна, у меня огромная просьба, так же, как и Катерине Михайловне, Коль вы так щедро с нами делитесь, всеми наработками, мы понимаем, что это немножечко, мы претендуем на и в какой-то степени вашу интеллектуальную собственность, но поделитесь с нами, пожалуйста. А мы пообещаем в следующий раз поделиться своими, если можно. Что вы имеете в виду? С презентациями, презентациями, потому что я, например, что касается меня, я делала фотографии, но я чувствую, я не успеваю, поэтому как-то все отрывочно, хотелось бы цельное представление иметь. Хорошо, да, хорошо. Спасибо. Это у вас, Веке, у нас осталось две минуты. Скажите, а это у вас была презентация или это вы просто демонстрировали экран? Это презентация, да. Все-таки это была презентация. Ага, а вы показали, что вы в процессе, вот, ну... Конечно, я просто демонстрирую экран, что я делаю, но итоговый результат – это презентация. А у меня как раз, прошу прощения, это была не презентация, я просто демонстрировала экран раз за разом, включая. Да, да, да. Тогда это ресурсы, тогда это просто ресурсы, поделиться ссылками на ресурсы. А уже поделились. Да, 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 мы прислали, да, ссылки на ресурсы. Ты пропустила? Я скажу, в чате это, один секунд, один момент, в какое время? Сейчас, сейчас. Ага, в 10.52, посмотрите, пожалуйста, я прислала вот этот вот... Спасибо огромное, видим. ...с теми ссылками. Но это, собственно, доступ к ресурсам как таковым. И, ну вот, прошу прощения, я не оговорила это с организатором, надеюсь, что я не нарушила правил, но я послала туда свои контакты, ну, Наталья Яковлевна, если захочет, наверное, тоже может это сделать, то есть вот со мной можно связаться в ВКонтакте, в Фейсбуке, и можно просто написать, то есть я готова буду ответить, поделиться, и каждой конкретной вещью я абсолютно готова поделиться, показать. Спасибо. Так, ну и что, да, я так понимаю, что время наше истекло. Да, коллеги, наше время истекает. Да, наше время истекло. Всем огромное спасибо за внимание, было очень приятно, да, увидеть живые глаза, интерес. Спасибо всем большое. Спасибо. Всем всем удачи. Спасибо. Всего доброго, до свидания. До свидания. Спасибо.